Добрый день! Коротко будем говорить сегодня про нестабильный эмоциональный фон на собственном фоне лечения и после лечения онкологического заболевания. Что, собственно, такое эмоциональная лоббильность? Это, по своей сути, другими словами, нестабильный эмоциональный фон. А что значит такое «нестабильный»? Это означает, что он может меняться очень часто, в единицу времени и обычно вне зависимости от каких-то важных стимулов. То есть часто пациенты приходят с такими жалобами про то, что что-то стало сентиментальное или что-то стало раздражительное, что-то пойдет не так, и я сразу начинаю взрываться, кричу, ругаюсь, срываюсь на близких. И остальные другие примеры жалоб. Итак, эмоциональная лоббильность – это быстрая смена одних эмоций другими, часто несоразмерными стимулами. Что это означает? Это означает, что ситуации, которые раньше удавалось как-то сглаживать, игнорировать, не замечать, то в ситуации эмоциональной лоббильности они становятся очень важными, очень значимыми, на них хочется реагировать. То есть конфликт не сглаживается, он, наоборот, усугубляется. То есть что-то не так сказали, муж что-то не так сказал, ребенок как-то не так сделал. И возникает реакция, которую очень сложно контролировать. То есть она импульсивная, она просто возникла, и пациент не успевает себя оттормозить. Это и будет одним из признаков эмоциональной лоббильности. И эмоциональная лоббильность такова, что на ее фоне всегда возникают какие-то полюсные эмоции. То есть может быть радость, а через пару минут вроде бы ничего не происходило и грустно стало. Ничего не происходило. Просто сидит пациент, чего-то там размышляет, сидел спокойно и радостно, и вдруг заплакал. Что произошло? Чего-то подумал или чего-то вспомнил. В общем, внешне это выглядит так, как будто бы все должно быть в порядке, нет никаких причин для того, чтобы твое настроение менялось, а оно меняется от внутренних каких-то факторов или от внешних каких-то факторов. Часто возникают ситуации, когда комплексное лечение закончено, и его пациент перенес эмоционально хорошо. Он как бы был эмоционально стабилен, держался, боролся. А когда лечение окончено, проходит некоторое время, и появляются вдруг сложно контролируемые реакции. Например, злость, обида, жалость к себе, плаксивость, воспоминания о заболевании. Это называется отсроченная реакция. Пока мы лечились, пока мы проходили этапы диагностики, не было времени на то, чтобы отреагировать. Эмоциональное напряжение просто накапливалось. Не было времени для того, чтобы обращать внимание, чего у меня там с психикой происходит. Нужно было проходить лечение. А когда все уже позади, можно как будто бы расслабиться. Пациент расслабляется, появляются реакции, которые до этого удавалось удерживать. Так проявляется эмоциональная лоббильность. Можно задавать себе вопрос, встречалась ли я с эмоциональной лоббильностью на фоне лечения. Может быть, она у меня есть сейчас. И у нас есть основные признаки. Условно мы их можем поделить на эмоциональные, когнитивные, мотивационные и обмены эндокринные. Среди эмоциональных, как уже было сказано, это внезапные эффективные вспышки, внезапные вспышки эмоций, которые сложно поддаются контролю без видимого для наблюдателя конкретного стимула. При агрессии, при раздражительности не наблюдается желание навредить кому-то. То есть не наблюдается желание унизить, обесценить. То есть это просто неконтролируемая вспышка. Никому не хотим навредить, ничего плохого сделать не хотим. Просто так вышло. Так вот произошло. Это один из важных критериев. И, соответственно, оценка поведения снижается. Пациенты часто не понимают, почему это происходит. Даже не понимают, как они на это отреагировали. И даже не понимают, почему эта реакция вдруг неправильная. Окружающие говорят про то, что ты как-то слишком чувствительно на все вокруг стала реагировать. Вроде бы за тобой раньше такого не замечалось, а теперь ты такая чувствительная, ранимая, обидчивая. Слово тебе не скажи. Эмоциональная лоббидность. Среди когнитивных признаков. Естественно, если эмоционально так сложно отследить и стабилизировать себя, то и среди когнитивных симптомов мы тоже будем наблюдать сложности концентрации. Сложности в объеме кратковременной памяти. Может появиться какая-то неусидчивость. То есть то, что на эмоциональном фоне, то и на когнитивном фоне. И среди мотивационных и обмена эндокринных процессов у нас будет нарушение сна. То есть он будет разным. Он может не быть стабильным. То есть сегодня я сплю столько, завтра я сплю уже столько. И нет какого-то определенного режима. И его очень сложно стабилизировать. Снижение влечения сексуального, естественно. Изменение аппетита. То кушаем много, то аппетита нет вообще. Потом снова вроде бы захотелось и так далее. Соответственно, либо заедаем какой-то стресс, какие-то эмоции импульсивно. Либо вообще полностью отказываемся от этого. Ну ничего не надо. Апатия. Эмоциональная лоббинность. Итак, важно понимать, на фоне лечения и после лечения имеем ли мы дело с нормой или имеем ли мы дело с патологией. И, соответственно, в связи с этим нужно уже обращаться к какому-либо специалисту. Или не надо. Может, само пройдет, заживет там как-нибудь стабилизируется. На фоне лечения в прошлую школу очень подробно я рассказывала про астенизацию. Ну так вот, эмоциональная лоббинность часто, всегда даже, можно сказать, сопровождает процессы астенизации. То есть процессы истощения физического и психического истощения. Истощается функция контроля в том числе. Если сложно контролировать эмоциональный фон, то мы будем наблюдать эмоциональную лоббинность. А астенизация или истощение – это один из симптомов лечения. Химиотерапевтического, операционного, любого. То есть это то, что сопровождает процесс лечения. Поэтому мы можем говорить о том, что эмоциональная лоббинность – это как бы вариант нормы. Онкологический пациент эмоционально лоббинен в большинстве случаев, потому что он истощен. Потому что ситуация онкологического заболевания такова, что она всегда сама по себе нестабильна. Нельзя сказать, что будет только так и никак иначе. И, соответственно, эмоциональная реакция, если ее сложно отконтролировать, в соответствии со стимулом, она будет разной. Иногда даже непредсказуемой для самого пациента. Итак, что может влиять, что может провоцировать эмоциональную лоббинность в процессе лечения? Это остенизация, как я уже сказала. Эндокринные изменения или гормональные изменения. Пациенты, которые получают гормонотерапию, они часто сталкиваются с эмоциональной лоббинностью, с тяжелыми депрессивными реакциями, к примеру. Когда они сами видят, что не на что так реагировать, а реакция есть. И, соответственно, мы часто наблюдаем здесь реакцию в ответ на реакцию. Мне грустно, мне плохо. Часто все не имеет смысла. Зачем все это было? И при этом реакция на то, как я думаю. То есть, разве я могу так думать? Я с такой большой путь прошла. Почему? Почему это в моей голове? И получается такой большой сложный комплекс переживаний, с которыми сложновато справиться самому. Это неврологические, естественно, изменения на фоне лечения, на фоне химиотерапии, которые часто возникают у пациентов, связанные с снижением внимания, памяти, концентрации и так далее. Это, соответственно, тоже ведет и к снижению контроля. Особенности личности. Это те характеристики, с которыми пациент приходит в болезнь. Словно говорят. То есть, можно говорить о том, что есть определенные характеристики пациентов, которые будут провоцировать эмоциональную лоббильность. Об этом чуть позже поговорим. Эмоциональное перенапряжение и пролонгированный стресс. Естественно, то, что сопровождает лечение онкологического заболевания, от этого никуда не деться. Оно будет. Важно уметь с этим справляться и понимать, а где мой уровень напряжения, перенапряжения, где я могу уставший дать себе отдохнуть, а где мне нужно терпеть, 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 терпеть. Важно себя знать. Итак, в рамках клинической психологии, о чем мы в основном говорим? Об особенностях личности, самопомощи при эстонизации на фоне лечения, естественное эмоциональное напряжение, длительный стресс – это просто фон, то, что сопровождает. Итак, особенности личности. Моя картинка не работает. Какой пациент больше всего подвержен эмоциональной лоббильности? Впечатлительный пациент, который еще до заболевания был таковым, что на все реагировал. Не обязательно показывал реакцию, он мог переживать это внутри себя, но при этом это было для него значимо. Он какой-то уровень эмоционального напряжения испытывал на себе, чувствовал. Пациент, который стремится к контролю во всем. В процессе лечения такой пациент будет контролировать лечение, назначение, деятельность врача, всю свою физиологию, прислушиваться, как-то пытаться это трактовать, искать в интернете всю информацию, которая есть про заболевания. Затем себя пугать, становиться мнительным, подозревать многих вокруг, либо в некомпетентности, либо в недостаточности, либо просто в том, что, может быть, не досмотрели, может быть, нужно еще посмотреть. Естественно, к этому добавляется определенный уровень тревоги пациента, который у него был еще до заболевания. Пациент, в принципе, возбудимый, он готов тревожиться. Кроме того, сюда можно добавить склонность к игнорированию, истощению. Это вот про то, что я говорю. Нужно понимать, на каком этапе у вас заканчиваются силы. Соответственно, если без конца тревожиться, нагружать себя физически, нагружать себя психически, накапливать эмоциональное напряжение, давать ему выхода, и игнорировать это, то есть говорить, что это нормально, так должно быть. Я должен так сильно уставать, я должен все это терпеть, я не должен нагружать своих близких, это все моя ответственность. Все переживания других людей и переживания соседей по палате – это тоже моя ответственность. Я должен всем помочь. Вот такая вот позиция будет истощать. То есть представьте, такой огромный комплекс переживаний на протяжении всего лечения. Оно длится стандарт год-полтора, если мы говорим про РМЖ. По моему опыту пусть так будет. То есть в течение около года или полтора лет вот такой комплекс переживаний есть. У него там, естественно, существует динамика, но в целом это постоянно внутри пациента. Естественно, это истощает. А мы еще добавим физическое истощение, когда уже просто сложно встать, пройтись, или сложно встать, пойти, умыться, потому что нет сил. Потому что удобнее и легче лежать. Но будем лежать и ругать себя за то, что мы лежим. То есть добавлять к этому истощение. И вот на этом всем фоне появляется эмоциональная лоббильность. Итак, при борьбе с эмоциональной лоббильностью, чтобы как-то себе в этом помочь, в фокусе внимания будет, естественно, остенизация. Про нее я сегодня много говорю. Почему? Потому что если бы эмоциональная лоббильность шла отдельно от остенизации, тогда это было бы в рамках психопатологии или в рамках какого-то расстройства личности. Что важно? Важно следить за своим режимом сна и бодрствования, поскольку речь шла о том, что нарушение функционального состояния является одним из предикторов эмоциональной лоббильности. Важна двигательная разрядка. Что такое двигательная разрядка? При накоплении эмоционального напряжения есть очень много разных способов, как его разрядить. Можно не только прийти к близким и родным, сказать про то, что вот знаешь, я тут сильно всего боюсь, и поплакаться, потому что мало кто любит так делать. Можно обеспечивать себе двигательную разрядку, то есть какой-то определенный стандартный стабильный двигательный режим. То есть, к примеру, каждую среду и пятницу какая-то прогулка. Тогда физиологически организм привыкает к этой постоянной возбудимости, к этой постоянной разрядке. Дальше. По поводу своей разгрузки. Важно себя разгружать, поскольку с большими границами зоны ответственности часто связана эмоциональная лоббильность. Всегда хочется, чтобы все поддавалось контролю и все шло так, как надо. Может быть, до лечения, до заболевания еще удавалось как-то игнорировать свои неудачи, свои упущения контроля. То в процессе лечения это делать очень сложно. Все воспринимается как личное поражение. У меня не получилось проконтролировать. Я и так в процессе лечения мало что контролирую. А здесь еще и дома не получается. Здесь еще и вот тут делают не так, как мне надо. Поэтому удобным и важным вариантом является снятие с себя вот этой ответственности, в том числе и эмоциональной. Они ошиблись, они не справятся. Я могу переживать за себя, если хочу, конечно. Важно понимать свой уровень работоспособности. Естественно, если вы требуете от себя больше, чем вы можете себе дать, это будет провоцировать реакции. Реакции недовольства, реакции довольства. То есть часто бывает такое, что пациент локально сделал что-то, посчитал, что он молодец, а потом вспомнил, что в целом-то за неделю это единственная победа. Тут же огорчился, расплакался, себя пожалел. Тут же муж подошел, говорит, что у тебя происходит, ты опять плачешь. А тут же раздражение возникает. То есть видите, какие быстрые, резкие смены настроения. Все, что происходит, это процесс мышления в голове, больше ничего. Поэтому важно для себя определять лимит. И быть довольным этим лимитом. Итак, теперь сложный момент, который я могу сказать, что никто из пациентов не любит, это информирование своих родных и близких про то, как мне. Потому что когда это так звучит, это больше похоже на жалобы. Когда я говорю пациенту, ну, можете просто предупредить своих близких, что у вас вот такие непредсказуемые даже для вас реакции, чтобы они понимали, что это нормально, и что не нужно это критиковать, не нужно вас за это стыдить и винить. А, и пациенту говорят про то, что что, я приду, буду жаловаться, тут рассказывать, какая я слабая, потому что у меня есть эмоции. Ну, эмоции и слабость – это абсолютно разные вещи. Но здесь важно понимать, что эмоции – это та же информация. Это такой же симптом. Про него также нужно рассказывать и говорить про то, что вот у меня такой период, я истощена, и на фоне истощения мне очень сложно контролировать свои эмоции. Я злюсь там по каждому поводу. Меня все бесит, я так устала. И периодами у меня будет проявляться, то я поплачу. Если я поплачу, ты меня так вот, собственно, подержи. Или вообще не трогай. Если я злюсь, ну, это недолго обычно длится. Ты видишь, что это недолго. То есть хоть как-то помогать своим близким, родственникам, друзьям. Собладать. То есть создать определенную атмосферу для вас, в которой вы бы могли эти эмоции выражать. Соответственно, важно понимать… Следующий пункт – не накапливать эмоциональное напряжение. Важно понимать здесь, для чего оно накапливается, и почему нет способов его выражения. Это уже личностные особенности. То есть в каждом случае это будет нечто индивидуальное. Просто здорово, если хотя бы часть эмоционального напряжения будет направлена на что-то. То есть не обязательно в виде эмоциональной реакции. То может быть какая-то деятельность, та же двигательная активность. А это может быть просмотр любых кинофильмов или сериалов, которые позволяют вам выдать реакцию хотя бы вот на такой искусственно созданный стимул. То есть если вы посмеялись над сериалом или поплакали над сериалом, то есть большая вероятность, что на следующий простой для окружающих стимул не среагируете. То есть это способ разрядки. Очень важно самим не испытывать стыд и вину за сложности в контроле над своими эмоциями. Потому что обычный эмоциональный лоббильный в случае после лечения онкологического заболевания, например, это временно. То есть вы будете набирать силы, ваш уровень функционирования, уровень работоспособности будет повышаться вместе с когнитивными функциями, ближе к вашему привычному уровню функционирования. Тогда будет проще контролировать эти эмоции. Тогда, соответственно, вы почувствуете себя прежним собой, как и до заболевания. Со своими же эмоциями они будут понятны, они будут подконтрольны, они будут вовремя. Но до этого еще нужно дождаться. Ну а пока вы это ждете, лучше не вините себя за то, что у вас есть такой симптом, и что вы устали на фоне лечения. Следующим важным пунктом является необесценивание. Почему это важно? Потому что, когда мы что-либо обесцениваем, это теряет смысл. Терять смысл в ситуации лечения онкологического заболевания или после очень опасно. Это может привести к обесцениванию и желанию жить. А был пройден такой большой путь, было предпринято столько действий, будет грустно, если это все обесценится, и потом просто ничего не захочется. И кроме того, из этого довольно сложно выбираться, потому что чаще всего пациенты изолируются и предпочитают реакции апатии или реакции депрессии переживать внутри себя вместе с самообвинением. То есть окружающим тоже сложно из этого состояния как-то вытаскивать пациентов. Среди когнитивных функций, поскольку у нас эмоциональная лоббильность проявляется в том числе и на когнитивном уровне, важно понимать также свой уровень функционирования. Сколько я могу запомнить? Сколько помещает объектов мой уровень внимания? Как долго я могу концентрироваться? На чем я могу долго концентрироваться? А что у меня, например, быстро вылетает из головы? Какой сложности тексты? Какой сложности события? И, соответственно, вести записи или ставить себе напоминание. В этом нет ничего плохого или стыдного. Это также временная мера, но она способна очень разгрузить кору головного мозга, условно говоря. Разгрузить голову. Потому что чем больше объектов внутри головы, тем проще, тем меньше нужно удерживать, тем меньше нужно сил затрачивать. Соответственно, тем больше ресурсов для восстановления. Следующим важным моментом является способность обращаться за помощью. Конечно. Если вы замечаете, что реакции, вот такие реакции, какие были сегодня описаны, длятся слишком долго, эмоциональная лоббильность проявляет себя уже как-то иначе, то есть импульсивные действия связаны, например, с разрушением объектов, предметов, с... Понимаете, да, о чем я говорю? Да. Значит, если это выходит за рамки приличного, то лучше обращаться за помощью к специалистам, то есть это могут быть специалисты-психологи, психотерапевты, даже неврологи. Важно не запускать это и не думать, что, а, да что там, психика какая-то, вон, главное, мне рак вылечили. Ну, все главное, когда речь заходит об онкологическом заболевании, все очень важно и все главное. Поэтому важно обращаться за помощью и к своим родственникам тоже, говоря про то, что, ну, что-то я сегодня в печали. Поэтому я буду сегодня печалиться весь день. А вы, пожалуйста, меня не трогайте в моей печали. Да? И это будет вариант просьбы о помощи, потому что помоги мне попечалиться самим собой. Вот. Не трогай меня, пока я в печали. У меня все. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok